Привет всем мои любимые подписчики. Я вам сейчас расскажу историю про Сидвишвуса, которое в результате убила мама, а не он сам. Вот слушайте, 1 февраля 1979 года Сид проснулся в Нью-Йоркской тюрьме и его сомнение гложило, что он убил свою Нэнси и перед этим, когда он попал в зону, над ним зверски издевались, его насиловали, что с ним только не делали. Это был просто кошмар. Нэнси, кстати, могли убить наркодилеры, которые хотели, кто-нибудь из них хотел украсть ее денег. И когда Сида выпустили в залог 30 фунтов тысяч, то его ждала на улице мама. Мама и Питер Кулик, его корифан. И когда они шли по дороге, Сид постоянно ей говорил, мам, ну ты достала, мам, ну ты достала, мам, ну ты достала. Она сказала, да, сынок, достала. И тогда они поехали. А перед тем у них не было квартиры, и мам узнала, что люди, которые страдают наркозависимостью, им дают квартиру. И она пошла, ей дали квартиру. Но там было не все так ровненько, потому что в этой квартире жили люди тоже, которые любители колодца. И это все время наблюдал Сид. И когда они там пришли, там мать его уколола героина, но героин, короче, на него не подействовал. И тут он ксит, Кодик, ты можешь мне достать хороший герач? И дает Кодику 150 баксов. И Кодик пошел искать. Они в этом временем поехали на квартиру, где вечеринка была, снять ее. И поехали они туда, и в полночь приходит Кодик с другом, с героичем. Сид такой радостный, такой прыгал, играл на воображаемой гитаре, такой вообще все, the best, все супер. И короче, когда он сварил, там Сид укололся, ему стало через 15 минут плохо, он упал, там начал рыгать, ему очень было плохо. Побледнел, и Кодик возле него постоянно находился. Он привел Кодик, и Сида чувствовал, это была у Сида передозировка. И спустя какое-то время, Сид говорит Кодику, дай еще колнуться, дай. Кодик говорит, ты уже, там больше нету. Да, там есть, ну дай. Но Кодик ему сделал маленькую дозу кольнулого. И Сиду стало хорошо. И после того, они начали уходить, Кодик там это, он матери дал дозу, там оставшуюся к счету. Пожалуйста, уколите его утром, только не давайте ему сейчас. Я надеюсь, вы меня поняли, все хорошо. И он ей доверил, и ушел. В 1996 году мать Сида умирает от передозировки. Но перед этим она осознала, что в тот кон, когда ушли все, Сида там спал с другой подружкой. Там, он попросил ей уколоть, но она его не уколола. Она встала, пошла матери в комнату. Ну, мамка, ну сейчас, и мать пошла, сделала ему, ну, отворил этот герыч, вела ему такую дозу, с которой дозу умирает два человека. И мать сделала это сострадающей, потому что она боялась, что Сида заново закроет, и придется ему сидеть 20 с чем-то лет. А он посидел и так, сколько-то, 4 дня, и над ним что-то только не делали. И мать состраданиями убила его. Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Если кто хочет этот фильм посмотреть, ссылка будет в моем комменте. С вами, как всегда, был Позитив Вселенной. Любите себя, любите природу. И главное, чтобы было вам в жизни все четко.